Китай уже давно вышел в списке ведущих стран в плане экономики и мировой политики. Однако конкуренция с Соединенными Штатами Америки только начинается. С 23 марта вступил в силу указ президента США в введении пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10%. Также введены пошлины на импорт китайских товаров стоимостью в 60 миллиардов долларов. Китай в свою очередь рассматривает возможность повышения пошлин на импортируемые США товары. Такое решение объясняется необходимостью сбалансировать ущерб. Этот поток, который американцы получат, очень существенно скажется на товарном рынке в Соединенных Штатах, ввезет, естественно, к подорожанию цен на аналоги, если они не будут поступать в Соединенные Штаты, в Китае. И, так сказать, для американцев, я думаю, будут определенные кризисные показатели в связи с этим. В условиях экономического соперничества США у Китая есть два варианта, радикально меняющих ситуацию. Первый – одномоментная девальвация юаня. Уменьшение курса китайской валюты удешевит и китайскую продукцию на мировых рынках. А это приведет к вытеснению американских товаров. Второй – Китай является крупным покупателем государственных облигаций США. С помощью них Штаты набирают долги. Отказ от покупки облигаций Китаем приведет к тому, что руководству США придется сокращать финансирование из сферы инфраструктуры, военного или социального бюджета. Этого правительство допустить не может, поскольку в таком случае малофинансируемые структуры отбросятся назад в развитии. Помимо экономической борьбы растет и соперничество в сфере технологий. США и Китай активно развивают сеть 5G. Она позволит выйти на новый уровень в использовании беспилотного транспорта. Скорость отклика в этой сети позволяет устройству реагировать за одну миллисекунду. В сетях прошлого поколения задержка составляет 20 миллисекунд. Из-за высокой задержки страдает оперативный, что может привести к авариям и другим проблемам. Помимо этого, сеть поддерживает одновременное подключение 100 миллионов устройств на квадратный километр. Это значительно уменьшит сбои с подключением. Тех же преимуществ 5G ждет и глобальный интернет вещей. Это одновременное подключение в едином пространстве миллиардов устройств, обменивающихся информацией между собой. Это даст новые пути для ускоренного технологического развития. Как только технологии появятся, вот эти страны, группа стран, которая станет лидером, а я думаю, что это будут азиатские страны, они, конечно, достигнут больших экономических преимуществ, но не только экономических, но, я думаю, и военно-политических, потому что мы прекрасно понимаем, что эти технологии не влияют на военную сторону. Поэтому, конечно, прогресс будет очень сильным. Страна, первая освоившая 5G-сеть, станет лидером в сфере инноваций на мировой арене. Пока таким государством остается США. Однако Китай в провинции Хубей уже запустил первую экспериментальную базовую станцию мобильной сети 5G. В России этому направлению также уделяют внимание. Опытная зона сети 5G уже запущена в Сколково. В планах запустить опытные зоны и в нескольких регионах России, в том числе и Татарстане. В частности, зону сети 5G планируется создать в Иннополисе. Однако покрытие сетью обойдется очень дорого. Причины высоких трат называют плотность установки базовых станций. На территорию, которая покрывает одна базовая станция стандарта 3G, потребуется поставить не менее 10 станций 5G. Артем Тупичкин, Универньюз.